Роли исполняют Анна Андреевна, Тамара Кубенко, Марья Антоновна, Ольга Яковлева. Боже мой, Антон, Антоша, что? Приехал ревизор? Мне только одно слово. Он что, генерал? После? Я не хочу, после. Уехал. А все ты, маменька, маменька, сейчас зашпилю сзади костым. Я сейчас, я сейчас, вот тебе и сейчас. Вот ничего и не узнали. Да что же делать, маменька? Все равно, часа через два мы все узнаем. Через два часа? Вот одолжила ответом. Абдотья, Абдотья, ты слышала, кто-то приехал? Побеги, распрости. Куда поехали? Что за господин? Да ты посмотри в щепку и узнай все. И глаза какие? Черные или нет? И фию минуту возвращайся назад. Скорее. 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 Ну вот. Уж целый час дожидаемся. Вот ты с твоим глупым жеманством. Уж полностью оделась. Нет, еще нужно копаться. Экая дождяда, как нарочно ей души. Как будто бы вымерло все. Да как бы, маменька? Ну минуты через две уже все узнаем. Уж скоро Абдотья должна прийти. Ах! Маменька, маменька, там кто-то идет. Вон, в конце улицы. Ну да, идет. А кто же это идет? Небольшого роста, во фраке. Кто же это? Это, это Добчинский, маменька. Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится я такая, совсем не Добчинский. Добчинский. Эй, вы, вступайте сюда. Скорее, скорее. Право, маменька, Добчинский. Ну вот нарочно, что бы только поспорить. Говорят, тебе не Добчинский. А что, а что, маменька? Ну видите, что Добчинский. Ах, ну да, Добчинский, теперь я вижу. Из чего же ты споришь? Ну что, где они, а? Да говорите, что кто-то все равно. Что? Очень строгий? А муж, муж, какой глупый. До тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет. Ну, Машенька, привезор приехал. Теперь нам нужно заняться нарядами. Столичная штучка. Кожа сохрани, чтобы всего не отсмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое мелкими оборками. Маменька голубое мне совсем не нравится. И Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом. И дочь Земляникина тоже в голубом. Нет, лучше я надену... Цветное. Цветное. Право говоришь, лишь бы поспорить. Тебе в голубом будет гораздо лучше. Тем более, что я хочу надеть палевое. Я так люблю палевое. Ах, маменька, ну вам не идет палевое. Мне не идет палевое? Не идет. Ну, я что угодно даю, не идет. Для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные. Вот хорошо, а у меня разве не темные самые темные? Как же не темные, если я и гадаю на себя всегда, как на трефовую даму. Ах, маменька, ну вы больше червоная дама. Червоная дама? Ну, пустяки. Такие пустяки, говорит. Я червоная дама. Червоная дама. Червоная дама. Червоная дама. Червоная дама. Ну, Машенька, пока же это честь для нас. Принимать господина Христакова. Какой приятный путь. Немножко. Но только такое тонкое обращение. Сейчас можно увидеть столичную штучку приема. И все такое. Ах, как хорошо. Я страх, как люблю таких молодых людей. Я просто без памяти. Я, однако же, ему очень понравилась. Я заметила. Он все на меня поглядывал. Он меня хотел? Пожалуйста, своим вздором подальше. Это здесь совсем неуместно? Нет, маменька, право. Ну, вот, боже, сохрани, чтобы не поспорить. Нельзя-то и полно. Ну, где ему смотреть на тебя? Какой стати ему смотреть на тебя? Паменька все смотрел. И как начал говорить о литературе, то посмотрел на меня. И потом, когда рассказывал, как играл в бис с посланниками, и потом и тогда посмотрел на меня. Ну, может быть. Да, 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 и не только посмотрел. Один какой-нибудь раз. Ну, и так, лишь бы только. Ах, говорит себе. Да, уж посмотрю на нее. И не только посмотрел, маменька. Изволил, собственно, лично сделать предложение очень поспорительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит мне. Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вам, к вашим достоинствам. И такой прекрасный, воспитанный человек самых благороднейших правил. Мне, видите ли, Анна Андреевна, мне жизнь, копейка. Я только потому, что уважаю ваши редкие качества. Маменька, ведь это он мне говорил. Перестань. Ты ничего не знаешь. Эгипт, в свое дело не мешайся. Мне, говорил я, Анна Андреевна, изумляясь, и вдруг упал на колени. И таким самым благороднейшим образом. Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим. Прошу вас, согласитесь отвечать моим чувствам. Не то я смертью покончу жизнь свою. Ура, он маленький, ведь это он обо мне говорил. Ну да, конечно. Эб тебе было. Я ничего этого не отвергаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok